Казанский университет теперь в Египте. Красные дипломы выпускникам набережной Челнинского института. Чем опасны лесные ягоды? Всем привет! Уфер Юнивер Ньюса, в студии Адалина Абдрахманова. Расширенное заседание экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском федеральном университете накануне состоялось в Голубом зале. В ходе обсуждения были затронуты вопросы острого международного кризиса и актуальной политической повестки, а также памяти поколений. Казанский федеральный университет расширяет свои границы. У университета уже есть институты в Набережных Челнах, Елабуге и филиал в городе Джизак. 6 июля было подписано соглашение об организации деятельности филиала КФУ в Каире Арабской Республики Египет. Подробнее расскажем в сюжете. Елабуга-набережная, Челны, Джизак – все эти города объединяет Казанский федеральный университет. ВУЗ ведет активную работу по созданию филиалов на протяжении нескольких лет. Так, 6 июля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось подписание документов о создании филиала Казанского университета в городе Каире в Египте. В начале торжественного мероприятия выступил ректор КФУ Ленар Сафин, который подчеркнул важность и ответственность открытия в Каире представительства Казанского университета. Особо культурные и научные образовательные отношения нас связывают с арабским миром, с арабскими университетами, научными центрами. Выбор в пользу Арабской Республики Египет сделан нами не случайно. Именно здесь расположен один из наиболее перспективных образовательных рынков с удобным расположением для учащихся Ближнего Востока и Африки. От лица Арабской Республики Египет на торжественном подписании документов присутствовала делегация компании Modern Group во главе с генеральным директором Валидом Мухаммедом Набилем Диабесом. После приветственных слов стороны подписали соглашение о деятельности филиала. Отметим, что идея о создании филиала Казанского федерального университета в Каире пришла несколько лет назад. Стороны уже давно ведут сотрудничество. Так, в Казанском университете обучаются 185 студентов из Египта. Помимо этого, в 2021 году в Египте была открыта подготовительная программа КФУ. Этот проект был для нас мечтой. Когда мы начали об этом грезить, мы приехали в Казань с глубоким уважением к вам. Это что-то новое для нас. Переговоры начались в марте 2022 года. Тогда стороны начали вести работу по синхронизации учебных планов и подготовке необходимых документов. В филиале вуза в основном будет осуществляться подготовка по медицинским направлениям. Лечебное дело, стоматология, фармация, физиотерапия и сестринское дело. Помимо этого будут реализовываться магистрские программы по менеджменту и программной инженерии. Помимо Казанского федерального университета в Каире будет открыт филиал Санкт-Петербургского государственного университета. Оба кампуса будут расположены вблизи крупного каирского госпиталя. Отделение планирует начать работу уже в этом году. Активность по лицензированию образовательных программ для филиалов в Каире включала два этапа. Сегодня будет подписание, но до этого мы работали практически уже почти два года. На первом этапе мы готовили документы для лицензирования программ. General Medicine, то есть лечебное дело, а Dentistry, стоматология, то что у нас было, и фармация. Это у нас было. Сейчас на втором этапе мы в процессе подготовки документов для программ физиотерапии and nursing, то есть физиотерапия и сестринское дело. Вот этих программ в Казанском федеральном университете не было, но мы их сейчас готовим на втором этапе для того, чтобы открыть филиал, так сказать, как бы эти программы в Каире. Напомним, что первый зарубежный филиал Казанского федерального университета открылся в октябре 2022 года в Джизаке, Республике Узбекистан. Там готовят специалистов в сферах машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, фармации, биомедицины и журналистики. Сейчас в Джизаке получают образование более 300 студентов. Цель создания филиала – подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан. Институт расположился в здании бывшего военного авиационного училища. Что касается преподавательского состава, то не менее 40% было привлечено из-за рубежа, в том числе из Казанского федерального университета. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Около 20% студентов Казанского федерального университета – иностранцы. Они сталкиваются со многими трудностями, в том числе языковым барьером и, конечно, зимними морозами. На финишной прямой студенческой жизни они собрались вместе. Как прошел день иностранного выпускника, расскажем далее. Огромный мир перед вами сейчас открывается. Вы уже готовые профессионалы, многие из вас. И надеемся, что Казанский университет внес существенный вклад в ваше дальнейшее продвижение, в ваш дальнейший рост. В Казанском федеральном университете состоялся день иностранного выпускника. В музее истории накануне собрались студенты, которые уже на протяжении нескольких лет живут в России. Иностранные выпускники, которые сегодня заканчивают, они, кроме диплома об окончании бакалавриата, смогли найти свой правильный путь, смогли построить ту определенную траекторию, в которой будут дальше развиваться. Я окончил бакалавриат у себя в Индии. Специально у меня был русский язык, русская литература. И я очень хотел приехать в Россию. И я очень рад и доволен, что выбрал русский язык, Россию, Казан и именно Казанский федеральный университет. Для иностранных студентов в Казанском университете созданы все условия. Помимо учебных занятий, для них здесь регулярно проводятся различные мероприятия. Они помогают как выучить русский язык, так и адаптироваться к совершенно новой культуре. Ведь непривычная обстановка – одна из главных проблем вдали от дома. Сейчас, когда учеба позади, многие планируют продолжить обучение, чтобы потом вернуться домой высококвалифицированными специалистами. Аслам Ханан, к примеру, мечтает преподавать русский язык у себя на родине, в Индии. Но сначала хочет поступить в аспирантуру. А вот Зехау только что закончила ординатуру. Уже в ближайшее время она планирует вернуться к родным и начать медицинскую карьеру во Вьетнаме. Там ждут меня родители. Я давно не была дома, поэтому, я думаю, они по мне очень скучают. В ходе вступительной речи проректор по внешним связям Тимирхан Алишев отметил, что иностранные выпускники этого года были одними из самых активных. За время обучения они не только принимали участие в мероприятиях, но и предлагали различные инициативы. В набережных Челнах состоялась церемония вручения красных дипломов выпускникам Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Подробности далее. С этого дня тебе предстоит взять ответственность за свою жизнь, ставить перед собой по-настоящему великие цели и быть по-настоящему полезным в своей стране, в своей семье. Выпускникам Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета накануне вручили красные дипломы. Поздравили лучших студентов депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Альфия Кагогина и мэр города Наил Магдеев. Труд, который вы безусловно затратили, я убежден, купится столицей. Все эти знания, все эти компетенции, уверяю вас, они пригодятся в жизни, поэтому огромное спасибо за ваш труд. В этом году из стен вуза выпустили около полутора тысяч студентов, более трехсот закончили университет с отличием. Достижения этих студентов вышли далеко за рамки академических побед. Ребята получили красные дипломы, это огромное количество. Это значит, что они четыре года учились на отлично. Это означает, что они получили отлично знания. И, конечно, я хочу, чтобы вот эти знания, этот красный диплом, ребятам, не только те, кто получил красный диплом, кто просто получил диплом нашего университета, чтобы это все принесло и привело их к хорошей карьере и хорошей, светлой жизни. Помимо студентов вуза, дипломы вручили и выпускникам Инженерно-экономического колледжа. Также в рамках ежегодной акции «Помоги собраться в школу» были отмечены дети сотрудников набережной Челнинского института Казанского университета. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Универньюс. С начала летнего сезона люди стали чаще выезжать на природу в лес, чтобы насладиться красотой и покоем, а заодно и воспользоваться дарами природы. Однако всегда нужно быть осторожными, особенно с ягдами. О том, как отличить съедобные плоды от ядовитых, расскажем в следующем сюжете. С началом дачного сезона люди все больше времени проводят на своих приусадебных участках, собирая урожай. Однако есть и те, кто предпочитают выбираться в лес в поисках грибов и ягод. И если к грибам отношение у большинства людей настороженное, то с ягодами дела обстоят иначе. Не все понимают, в чем кроется настоящая опасность ядовитых плодов. В Татарстане насчитывают около 20 видов, способных сильно навредить человеческому организму. Часто за ягоды принимают, например, плоды ландыша майского. Они ярко-оранжевого цвета, тоже круглые, это очень сильно ядовитые. Есть у нас в нашей флоре такой кустарничек, вот челыку. Его тоже плоды яркие, красные, тоже ядовитые. Но этот кустарник, занесен в Красную книгу, встречается очень редко. Вряд ли в обыденной жизни вы его увидите. Несмотря на то, что многие ядовитые ягоды используются в фармакологии, употребление их в обычной жизни может спровоцировать множество осложнений. Понять, какая ягода перед вами прямо сейчас, очень тяжело. Ведь не существует универсального способа, который бы помог отличить ядовитые плоды от съедобных. Поэтому неопытному сборщику невозможно на глаз определить, какие из них можно собирать, а к каким не стоит даже прикасаться. Если некоторые ягоды могут просто не принести никакой пользы организму, то другие способны причинить серьезный вред здоровью. Никакому виду организмов так нельзя. Потому что это же организмы, которые по отношению к человеку вредные или полезные, ядовитые или не ядовитые, для каких-то других организмов. Они по-другому действуют на другие организмы. Поэтому никаких универсальных признаков не может быть. Каждый, кто хоть раз собирал грибы или ягоды, знает, что все, принесенное из леса, нужно подвергать тщательной обработке. В первую очередь важно помнить о банальных правилах гигиены, чтобы не превратить полезные съедобные ягоды в ядовитые. Недостаточно просто помыть их под проточной водой. Чтобы от грязи и паразитов не осталось и следа, ягоды рекомендуется мыть в дуршлаке. Так все лишнее сразу стекает наружу. После этого необходимо выложить ягоды на бумажное полотенце и дать им просохнуть. Но чтобы они действительно стали безопасными, нужно использовать дезинфицирующий раствор. Как говорят и пишут в литературе, что когда вы собираете ягоды, которые на земле, ну вот типа земляники, да, то желательно, конечно, их не съедать сразу, а мыть, потому что на них могут быть испражнения мышей или каких-то мышевидных грызунов, которые, в свою очередь, могут быть заражены геморрагической лихорадкой. И вот этот путь передачи через ягоды, он возможен. Поэтому тут вот аккуратно надо мыть ягоды просто. А термическое там практически не обязательно. В Татарстане множество видов ягод, за опасность которых переживать не стоит. Сейчас плоды многих кустарниковых и травянистых растений благодаря богатому витаминно-минеральному комплексу являются частью здорового рациона. Они укрепляют иммунитет, повышают сопротивляемость болезням. Некоторые из них обладают даже антисептическим действием. Но весь этот кладезь витаминов может положительно повлиять на здоровье только в тех случаях, когда соблюдены все правила сбора и обработки ягод. Проще знать съедобные ягоды, а все остальное не есть. То есть это вишня встречается из косточковых в дикой флоре. Земляника разных трех видов у нас есть. Земляника лесная, земляника зеленая, земляника мускусная. Но они все похожи друг на друга. Черника встречается. Голубика, но тоже черника и голубика трудно различимы. Голубика крайне редко встречается. Брусника и клюква. Ну и клюква тоже редко по болотам. Вот, собственно, все ягоды, которые у нас в диком виде произрастают, так скажем. Таким образом, несмотря на все сложности в сборе лесных ягод, нельзя не отметить их пользу для организма человека. Если четко следовать инструкциям и не полагаться на удачу при сборе, можно извлечь из них максимальную пользу. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. В ближайшие дни в Казанском федеральном университете стартует программа «Летний университет». С 10 по 23 июля ВУЗ посетят около 300 иностранцев. В рамках проекта они послушают лекции, семинары, посетят практические занятия, а также станут участниками экскурсий и культурных мероприятий. На этом все. В студии была Аделина Амдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!